Я буду говорить на русском. Меня зовут Спиней Любовь. Мой никнейм Виктория. Я гражданский активист, волонтер для лиц с ограниченной ответственностью. И, значит, что я хотела сказать. Недавно моему сыну, значит, год назад, год полтора уже, было сфабриковано уголовное дело. Уголовное дело было сфабриковано, значит, Дрокевским судом. Значит, я скажу такое маленькое предисловие, что моя дочь Майловскиана была замужем и жила рядом с этой девочкой, которая написала заявление в полицию, что якобы, якобы он ее вроде там, не знаю, в течение нескольких месяцев где-то по подновесам ловил там, я не знаю. Значит, хочу сказать, обратиться и к Дрокевскому суду, и к прокуратуре Дроки, и к адвокатам, которые якобы защищали моего сына Майловского Ивана. Значит, что я хочу сказать, что мы до сих пор семьями дружим. Никто не поставился под сомнением, что девочка пишет, что в 2000... Я хочу сказать, что мой сын в 2016 якобы ее насиловал целый год или полгода. Это я прочитала из уголовного дела. Значит, смотрите, почему-то никто не поставился под сомнение, вроде люди такие юридические, вроде такие грамотные. Никто не задал вопрос, почему мы дальше дружили между 2016 годом и 2019. Я дружила с матерью этой девочки, Зинаидой. Она тоже верующая, и я. Мы вместе одалживали друг друга деньги, дружили. Моя Аня, которая была замужем в том же селе, где живет эта девочка потерпевшая, до сих пор дружит. Мой сын приходил к своей сестре, к Майловске Анне, и они там два дома. Значит, эта девочка живет два дома. И как бы ничего не предосвещало беды. И девочка не один раз, эта девочка якобы потерпевшая, не один раз меня, сколько раз я приходила к моей дочке Ане, она ни разу мне не жаловалась, а еще наоборот спрашивала, а где ваш Ваня? Я хочу эту правду сказать, почему. Потому что мой Ваня дружит с одним американцем, гражданином из Америки. И он не только дружит, но и работает у него в какой-то компании, в какой-то фирме. Ну, зарегистрирована на американца. Ваня всегда помогал этой семье, Зинаиде, мать этой девочки потерпевшей, якобы потерпевшей. У меня Ваня очень добрый. И вот эти деньги, все, которые он зарабатывал, ему было жалко Зинаиду и эту девочку. Почему? Мы просто дружили много лет семьями. Но у Зинаиды была еще одна дочка, Татьяна. И эта Татьяна болела инфекционной болезнью. Это была инфекция в крови. Мой сын и с большой благородностью относился к этой семье. И он всегда помогал этой семье деньгами. В один момент он перестал давать им деньги. А Зинаида начала уже просить нагло. Мой сын перестал ей давать деньги. Говорит, за что я тебе буду давать деньги? Мы дружим, я помог сколько мог. Все. Как бы ничего не предосвещало, вот беды. В тот момент, когда уже и судьи, прокуроры и адвокаты увидели у моего сына много переводов денежных, они начали нажимать типа уголовное дело. Вот так сфальсифицировалось уголовное дело. Потому что в нашей Молдове очень большой минус в деньгах. У нас люди не имеют денег, не на чем жить. И когда видят деньги, и еще там деньги небольшие, которые он заработал честно, они считают, что надо с кем-то еще делиться. Также у меня эти же переводы есть, которые он, благородный человек, помогает, как мне, что я инвалид уже 20 лет. У меня пятеро детей и пять внуков. Когда этот человек взял моего сына на работу, он увидел, в каком, как мы живем бедно. Он сказал, я вам буду помогать, я вас беру под опеку, потому что мне страшно смотреть, в какой вы ситуации. Из-за того, что мой сын у него работает, и он ему всегда помогает. Люди видят это, что у него много денег. Ему сфабриковалось уголовное дело. Никто под сомнение не поставился, что из 2016 года до 2019 года мы так же дальше с семьями дружили. Никто из юристов, которые были три судьи, они не были компетентны просто дать возмутительный вопрос. А почему же ты никогда не жаловалась, не возмущалась, никому ты не говорила? И меня всегда спрашивали, а где ваш Ваня? А Ваня получил перевод. Эти все три года девочка, якобы потерпевшая, сколько раз я приходила к моей дочке, она меня всегда спрашивала с улыбкой, где ваш Ваня? А он вчера уже был в Дроке? А я зачем тебе знать? А он перевод получил? Да. Вот это было так. Сейчас выходит, что мой сын такой изверг, конец всему. Я прошу не только, чтобы было перепроверено материал уголовного дела, а чтобы было и анализировано, чтобы этих судей не только засудили, но уволили, потому что у них нет компетентности в этом юридической системе. Если так, будут фабриковаться дела. И я считаю, что не только моему сыну сфабриковано, а есть еще многие, которые тоже так. Так, значит, вчера я узнала одну новость. В Прункул сидит тоже один парень, сын одного верующего пастора, и он по такой же системе, ему сфабриковали дело, что он якобы изнасиловал девочку. Я хочу узнать подробности, я обращаюсь к людям, кто знает эту историю. Сидит сейчас парень в Прункул за ничто. Я не верю в виновность вот этих, когда нету основательных доказательств. Значит, нету ни анализов, нету никаких разрывов, побоев, ничего. Нет ни свидетелей, а года просто даются. Знаете, просто смущает факт в некомпетентности юридической системы, которая была в коммунистической и социалистической сфере. Когда человеку не давали возможность просто высказать свое мнение во время суда. Ему говорили, сядь там и сиди, все, тебе сказано, сиди. При задержании нарушалась вся судебная процедура. Человеку просто не говорили даже права и обязанности. Просто человек не знал, как себя вести. И они хитрили, крутили, вертели. Прошу, не только Докевский суд, а все районы должны быть перепроверены. Все судебные системы, все фальсифицированные дела. Просто так человек, который сидит в тюрьме и ждет, а у него нету защиты. Потому что мы все знаем, что в Молдове адвокаты работают против своих подзащитных. Это вам скажет любой, который идет по дороге. Хоть умный, хоть богатый, хоть не знаю. Правда, если богатый, он может выкупиться. Остальные люди сидят годами в тюрьме за ничто, за сфабрикованные дела. Никому им нет дела до них. Они сидят, мученные там. Никто не спрашивает, а есть у них что-нибудь покушать, кто-нибудь передачу приносит, кто-нибудь вообще их защищает. А они правы или виноваты. Никого не интересует судьба этих людей. Никто не заинтересован в этом. Очень прошу, чтобы было перепроверено все сфабрикованные уголовные дела. И чтобы был закон, который защищал бы права человека. Чтоб человек был на первом месте, а не собакой. Чтоб он чувствовал себя человеком. И даже если не только сфабрикованные дела, если он и виноват, пусть не издеваются, пусть не запрещают ему защищать свои права. Человек появился на свет не для того, чтобы сидел по 20 лет и на него никто не обращал внимания. Выходят с тюрьмы, и им никто не помогает. Их никто не поддерживает. Никто на них не смотрит, даже не считает их людьми. Мы не имеем права делить людей на хороших, плохих, тюремных или свободных. Сегодня вы на свободе, и вы не знаете, что вас ждет завтра. Сегодня вы сыты, завтра вы не знаете, что вас ждет. Будете искать кусок хлеба. Должна обращать внимание на всех людей, начиная с бомжей, алкоголиков, зависимых разных наркоманов. Просто им посочувствуйте, а с вашей стороны помогите. Никогда не делите людей. Мы не знаем, что может случиться. И мы хотим, чтобы была реформа во всей судебной системе. В Антуате-Жустице, Антуате-Молдова. Мы ждали, что придет такая власть, которая будет, законы будут пересмотрены, и будут в защиту прав человека. Надеюсь, что сфабрикованное дело моего сына будет анализировано, проверено, и восторжествует правосудие. Надеюсь, что возьмут во внимание все структуры, потому что я обратилась во все структуры, и везде написала заявление, что проверили, как мое, моего сына, уголовное дело, также все уголовные дела, все, что пересмотрены были. И выпустите людей на свободу, дайте им право на защиту. Спасибо. А виноватых, которые сфабриковали дела, посадить, или же, или же есть закон, решайте по закону, кто что. Всем говорю, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok